Медобслуживание во второй городской поликлинике получают 42 тысячи пациентов. Ежедневно доктора принимают здесь более 700 человек. Прием ведут как терапевты, так и врачи узкой специализации. Пребывание больных в стенах амбулатории станет гораздо комфортнее. К концу года здесь планируют завершить капитальный ремонт. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в поликлинике меняют все, от электричества до фасада. Сейчас под капремонт отвели две трети здания. С учетом того, что это очень большая поликлиника и она обслуживает большое количество прикрепленного населения, чтобы наше население не ездило по другим поликлиникам, мы договорились с подрядчиком, что часть поликлиники остается в рабочем состоянии здесь. Мы оставили узких специалистов, в основном это хирургический профиль. В прежнем режиме продолжает работать кабинет компьютерной томографии и мамографии. А вот терапевтический корпус временно разместили в отделении поликлиники на улице Строителей, где раньше располагалась женская консультация. В данной поликлинике у нас идет распределение потоков. Когда мы заходим в главный вход, здесь, где мы сейчас с вами находимся, здесь у нас принимаются пациенты только с вирусной инфекцией. Позади меня находится сестринский пост, здесь мы обслуживаем пациентов, слева от меня здесь находится гардероб и регистратура. Сбоку у нас отдельный вход, это красная зона, там пациенты принимаются уже с коронавирусной инфекцией и сюда они к нам не попадают. По словам главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова, после ремонта жители не узнают прежнюю поликлинику. Амбулатория станет настоящим многопрофильным диагностическим центром. Также здесь откроют отделение дневного стационара. У нас наконец-то откроется ЦАОП, это центр амбулаторной помощи онкологическим больным, где здесь у нас будут и консилиумы, здесь будут врачи-онкологи и здесь будет отделение дневного стационара, где будет химиотерапия для пациентов, это очень важно. Перед началом капитального ремонта общественники провели встречу с жителями. Вместе с ними решали, каким будет внешний фасад поликлиники. Так как медучреждение расположено вблизи жилых домов, важно, чтобы здание вписалось в общую концепцию. Процесс ремонтных работ находится на постоянном мониторинге. Его контролируют депутаты местного совета Александр Дринов, Галина Болотова, Александр Васильев, Юлия Ишкова и Владимир Суслов. В настоящее время даже часть помещения доступна для жильцов отдельный, вход сделан для КТ. И я надеюсь, что в 2022 году, в четвертом квартале, будет отличная поликлиника для наших жителей городского округа Химки. На сегодняшний день все работы идут в соответствии с планом. Подрядчик обещает завершить ремонт здания медучреждения в конце 2022 года.